Торжественный гудок На прицепе стоит пушка ИА-23. Это самолёт Ил-2, который был сбит в Сталинграде. И наши бойцы, судя по всему, нашли это на раскопках в доме Павлова. Она лежала на подоконнике. Вероятнее, его сняли с самолёта и работали с того, что было. ГАЗ-67Б, он из-под Ржева. Снизу даже есть следы от разрыва мины. То есть вся эта техника, она воевала. Железные бойцы приковали к себе взоры взрослых и детей. Все желающие могли сделать фотографии на память, поближе рассмотреть детали боевой техники. Общая картина перенесла гостей передвижной выставки в 40-е годы. И ещё раз напомнила, какой ценой ковалась победа. Очень впечатляет. Мы очень довольны, что сегодня попали на это мероприятие. Конечно, больше всего эта выставка нам понравилась. Вот военная техника с времён Великой Отечественной войны. Что больше всего понравилось? Сама атмосфера и дух вот этого праздника. То, что все народ едины, то, что победы, то, что мы все так ждём вот этого праздника. Первый раз мы на такой выставке. Ну, запоминается полностью всё. То есть очень нравится то, что люди до сих пор помнят День Победы, то, что они ценят День Победы. И дух у нас всё равно есть. Хронологию тех кровавых дней помнят и ветераны. Среди почётных гостей – труженики тыла. Анна Шамсудинова всю свою сознательную жизнь проработала на железной дороге. Сейчас легенде Ульяновска 95 лет. На перрон она пришла с родными. Глаза и уши Анны Якуповны – её дочка. Вот. И теперь ещё тётушка у меня тут, Фая. Её родная сестра. Она у нас тоже дитя войны. Шайдулова Феозия Якуповна. Вот. Она тоже работала на железной дороге. 40 лет. 40 лет. И паровозы, и тепловозы, всё помнят. Они проработали всю жизнь на железной дороге. В 17 лет начала работать я. И до пенсии работала. И всё хорошо. Сейчас живём прекрасно. Нас уважают. Нас любят и уважают. Ветераны в годы работы могли увидеть сердце паровоза. А вот для нынешнего поколения это неприступная крепость. Так было до сегодняшнего дня. Машинист лебедянки приоткрыл завесу. Все желающие могли рассмотреть в деталях главную будку – паровоза. Можно увидеть самое сердце паровоза, то бишь самую топку. Можно увидеть, куда подаётся уголь. Увидеть, где стекло, именно водомерное стекло воды. Увидеть, сколько паров. Стоит общий котловой манометр. Ну и посмотреть управлением, как можно управлять именно паровозом. За счёт чего он трогается. Экскурсию по своей вотчине Михаил Кузин проводил в форме 43-го года. Это придало процессу особый шарм и изюминку. В полном амбунтировании были и организаторы выставки оружия. На площадке пулемёты, миномёты, военных лет. Для безопасности горожанам представили облегчённый вариант. Следующую остановку паровоз Победы сделает 3-го мая в Рузаевке, следом Пенза и Самара. Александра Никитина и Марат Мегдиев. Управда. ТВ.